Здравствуйте, дамы и господа! Мясо, отобранное лично доктором Никитой и разделанное шеф-поваром высокой итальянской кухни Мариану Валерио, уже доступно для заказа. Чтобы насладиться нашим замечательным мясом, обратитесь, пожалуйста, по актуальным контактам, которые вы найдете в описании к этому видео. Приятного аппетита! Добро пожаловать на дегустацию того самого стейка «Тамагавка», который мы отобрали из самой лучшей доступной нам говядины. И для нас ее разделал маэстро Валерио вместе со своими помощниками, за что им всем огромное спасибо. Сегодня я на ваших глазах буду пробовать это замечательное мясо, которое уже и отферментировалось, и уже отдохнуло. И сейчас, наконец, оно приступит к работе по насыщению моего организма. Андрей не поскупился и дал мне самый большой кусок, который весит 800 с чем-то грамм. Он настолько большой, что он не вместится на мою маленькую сковородочку, поэтому мне придется уродовать мясо, разделать его по-дилетантски, так, чтобы можно было пожарить его на моей сковородке. Для этого придется отделить кости, ну и посмотрим, что будет дальше. Я обязательно покажу вам промежуточный и конечный результат того, что я наделал с мясом. Поэтому, если я оскорбляю чьи-то мясные чувства, то, пожалуйста, со всех сил ругайте меня, плютись в экран. Ну, а я скоро к вам присоединюсь и покажу, что получилось далее. А вот и промежуточный результат моих кулинарных издевательств. Как видите, кость отделена и мясо не потеряло, в принципе, своего товарного вида. Но на этом мои ухищрения не заканчиваются, потому что мне нужно этот толстый кусок сделать еще и потоньше, иначе его придется дольше жарить, чем мне нужно. Увидимся. А вот и богатый внутренний мир нашего стаика. Полный минералов, витаминов группы В и самого высококачественного протеина белка. Насколько он мягкий, он уже разваливается у меня под руками. А кто разбирается в анатомии, тот подскажет, что эта картина напоминает мне грудную клетку. Легкие. Тут трахея. Тут у нас, соответственно, когда-то была голова. Вот такие вот изощренные у меня ассоциации. Я же врач. Вот. Это внутренний мир нашего кусочка мяса. Попробуем его издевательски вот так вот перевернуть. Вот. Это то, что было снаружи. И вот в таком виде теперь, наконец, я смогу его нормально пожарить на сковороде. Он теперь хотя бы поместится, сожмется. И дальше уже я покажу вам результат. И, конечно же, возьму, оттяпываю небольшой кусочек на дегустацию в сыром виде. Вот такая красота получилась. Еле влез кусок на тарелку. Такой он огромный. Даже не очень-то он потерял в массе и в жидкости. А вот его все еще богатый внутренний мир. Ну-ка, знатоки, говорите, что это за прожарка такая. Особенно жду экспертов, их критики. Что это у нас? Рейр? Медиум рейр? Наверное, это все-таки рейр, потому что, посмотрите, как сочится кровь. Ну, это не кровь, конечно. Это межклеточная жидкость с миоглобином. Это не кровь. Ну что же, вот он и попался. Сейчас мы будем его пробовать. Но сначала мы слегка попробуем его в сыром виде. Чуть-чуть соли. Я пока жую, вы можете медитировать. На то, как я жую. Нежное, чуть кисловатое мясо. В принципе, все как и должно быть. Ближе к середине более кислый вкус. Потому что там аутолиз, процесс распада волокон, проистекал ярче, чем по краям. А теперь в готовом виде, а не в дикарском. Так, где нам отхватить-то? Вот с этой стороны отхватить. Неудобным ножом. О-о-о! Ну, режет, смотри, режет. Сам не ожидал. Надо еще на два разделить. Ну, как так? Меньше жевать, меньше работы жевутка. Там нечего жевать, ребята. Чуть-чуть жилки, но в остальном нечего жевать. Это просто облако. Пушинка с белком, железом, цинком, витаминами группы В и всеми известными минералами. За некоторыми маленькими исключениями. Получилось так, как получилось. А плохо получится, не могу по определению. Слишком много людей было задействовано в том, чтобы этот кусок оказался здесь в своей самой лучшей форме. Нет смысла описывать вкус. Вы же знаете, каждый чувствует его по-своему. Вкус надо пробовать. Как я вам объясню, какого вкуса мяса, если вы его не откусите и не пожуете? Вот тогда вы почувствуете. Понять мясо невозможно. Мясо можно только почувствовать. Это плод огромного труда многих людей, который добрался до этой тарелки. Это многое значит. Нужно уважать то, что ты ешь. И, соответственно, тех, кто тебе это дал. Если вы хотите отведать нашего замечательного мяса из первой партии, которую отбирал лично доктор Никита и разделывал лично маэстро Валерио, то, пожалуйста, выйдите с нами на связь по тем контактам, которые вы сможете найти в описании этого видео. И, возможно, мы разместим их где-нибудь на экране. А пока мы можем продолжить медитацию на то, как я ем. Все-таки нож туповат. Ну, жевать нечего. Реально. Подойдет даже для беззубок. Ну, что ж. Это мне сегодня на два приема пищи. Это довольно-таки много. И позвольте мне мой первый прием пищи провести наедине с собой, с этим мясом, которое невозможно понять, а только почувствовать. Как я уже сказал, наша первая партия готова к заказу. Поэтому обращайтесь по всем известным контактам. Мы обязательно вам поможем обрести чувственное ощущение мяса. Спасибо. Мясо, отобранное лично доктором Никитой и разделанное шеф-поваром высокой итальянской кухни Мариану Валерио уже доступно для заказа. Чтобы насладиться нашим замечательным мясом, обратитесь, пожалуйста, по актуальным контактам, которые вы найдете в описании к этому видео. Приятного аппетита! Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...